Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, эксперты. Я включила микрофон, теперь меня слышно. Действительно, тема очень сложная. Чем глубже я в нее погружалась, тем мне становилось все тяжелее склониться к тому или иному решению. В своем докладе я хочу рассказать о том, как, в общем-то, соотносятся такие три понятия, как патморфоз, оценка опухоли по системе YP, то есть стадия постнеодевантная, и по системе RCB. Мне придется этого коснуться, иначе никак. Все мы очень хорошо представляем себе, что полный патморфоз на неодевантную химиотерапию при ХР2 положительном раке молочной железы ассоциируется с достоверным снижением риска неблагоприятных событий, рецидива, смерти. Но если обратите внимание на графики справа, то при нелюминальном ХР2 положительном раке молочной железы полный патморфоз обеспечивает 75% снижение риска рецидива, в то время как при люминальных ХР2 положительных опухолях вот эта степень снижения риска выражена в меньшей, 42% всего, и связано это, скорее всего, с тем, что больные, которые не достигли полного патморфоза, все-таки имеют выигрыш от последующей гормонотерапии. И раньше, конечно, у пациентов, которые не достигли полного патморфоза, мы просто констатировали этот факт и продолжали им вводить тростозумап. Исследование Катерин, конечно же, изменило клиническую практику. Давайте я немножко напомню о нем. Включила почти полторы тысячи пациенток с любой резидуальной инвазивной опухолью после проведенной неоадювантной химиотерапии с включением обязательно тростозумаба. Плюс-минус спиртузумабы. Пациентки трендомизировались на тростозумаб или на тростозумаб-эмутензин. И ТДМ1 достоверно снизил риск развития рецидива на 50% в сравнении с тростозумабом и увеличил трехлетнюю выживаемость без инвазивного заболевания. Это было первичной конечной точкой. В это понятие входит все. И локальные, и локорегиональные рецидивы, и контрлатеральный рак молочной железы, кроме инситу, и, естественно, отдаленные метастазы. При этом эффект при подгрупповом анализе был отмечен во всех подгруппах больных. И выживаемость без отдаленных метастазов трехлетняя также была выше в группе ТДМ1. И абсолютная разница составила 6%. Данные по общей выживаемости пока незрелые. Пациентки с HER2-положительным раком молочной железы, даже метастатическим, живут сейчас долго. И это прекрасно. Ну и, собственно говоря, это исследование послужило к тому, что препарат ТДМ1 вошел во все клинические рекомендации, в том числе и в рекомендации Минздрава в качестве адювантной терапии при наличии остаточной инвазивной опухоли. Ну, НСЦН использует классификацию YP, T1, T4, 0 или N+, собственно говоря. Ну вот на этом мой доклад можно было бы закончить. Но я хочу порассуждать на тему, так ли ужасно, если мы все-таки не достигаем полного патоморфоза у наших пациенток. В крупном объединенном анализе, который включил данные 1600 пациентов, было показано, что достижение полного патоморфоза в лимфатических узлах после неодевантной терапии с исходно верифицированными лимфатическими узлами ассоциируется с очень хорошими показателями безрецидивной и общей выживаемости. И вообще патоморфоз в региональных лимфатических узлах является важнейшим прогностическим фактором для безрецидивной общей выживаемости. Конечно же, безрецидивная выживаемость максимально десятилетняя при полном патоморфозе, но при всех подтипах рака молочной железы. Но на втором месте стоит по выживаемости стоит патоморфоз в лимфатических узлах региональных без патоморфоза в молочной железе. Что же касается HER2 положительного рака молочной железы второй и третьей стадии у больных, которые получали анти-HER2 терапию и в нео, и в эдюванте, то достижение полного патоморфоза в региональных лимфатических узлах ассоциируется с довольно высокими показателями десятилетней как безрецидивной, 89%, так и общей выживаемости, 92%, независимо от степени патоморфоза в молочной железе. Ну, а наличие, конечно, резидуальной опухоли в лимфоузлах ассоциировано с повышенным риском рецидива в 4,5 раза и смерти в 3,5 раза. Вообще стадия УАЙПИ, морфологическая постнеоадювантная, так сказать, стадия, также является прогностическим фактором для общей выживаемости, и наибольшая она при УАЙПИ, Т1, Т2, Н0. Как соотносится стадия РСБ? Ну, нулевая стадия – это РСБ0. При УАЙПИ первой стадии в основном мы видим РСБ1, но часть больных могут иметь и РСБ2. При стадии УАЙПИ второй в основном эта опухоль представлена, имеет индекс РСБ2. часть все-таки может оказаться РСБ1 и в том числе и РСБ3. И при третьей стадии в основном, конечно, РСБ3, но и РСБ2 индекс мы также видим. В хорошо известном исследовании, которое было посвящено клинической валидации индекса РСБ, вот была проанализирована пятилетняя выживаемость без отдаленных метастазов в зависимости от статуса лимфатического узла при всех подтипах ракомолочной железы. Ну и оказалось, что в ИПН0, опять же, РСБ не добавляет никакой прогностической информации. То есть выживаемость примерно одинаковая, независимо от класса РСБ. А вот уже при ИПН+, четко выделяются три прогностические группы. И также это анализ при всех подтипах ракомолочной железы, более отдаленные результаты. Также мы видим стадия, первая стадия, ИП, Т1, Н0. Никаких различий в зависимости от индекса РСБ в безрецидивной выживаемости не наблюдается. Чего нельзя сказать о второй стадии ИП. Здесь четкое разделение на три прогностических класса. Ну а при РСБ-3 два прогностических класса, две прогностических группы. И также в этом исследовании было показано, что относительный риск рецидива у больных с ХР2-положительным раком молочной железы, который получили тростузумам, он, конечно же, максимален в первые два года при РСБ-3. А вот при РСБ-0 и 1, это голубенькая линия, он, в общем-то, довольно низкий и стремится к нулю уже после шести лет наблюдения. Объединенный анализ данных более пяти тысяч пациентов, которые принимали участие в исследованиях по неодевантной химиотерапии, его уже два раза показывали, ссылались. Действительно, самое крупное исследование говорит нам о том, что при нелюминальном ХР2-положительном раке молочной железы пятилетняя бессобытийная выживаемость при РСБ-0 составляет 94%. Высоченная бессобытийная выживаемость. Ну и десятилетняя, 93%, мы знаем, что если эти опухоли рецидивируют, они рецидивируют быстро. При РСБ-1 пятилетняя бессобытийная выживаемость составляет 85%. Ну, разница такая в 9% существенная, хотя вот верхняя граница доверительного интервала, она наслаивается на доверительный интервал, который мы видим при РСБ-0. Картинка при люминальном ХР2-положительном раке молочной железы, она более оптимистична. Здесь пятилетняя бессобытийная выживаемость при РСБ-0 и 1, соответственно, 94% и 91%. Ну, можно сказать, что сопоставимо. И возвращаясь к подгрупповому анализу исследований Катерин, да, я уже сказала, что преимущество ТДМ-1 мы видели во всех подгруппах больных, но если обратиться к небольшой подгруппе пациентов с минимальной остаточной опухолью, ну как небольшой, 331 пациентка вошла в эту подгруппу, Т1А, Т1Б, Т1МИК и при этом YPN0 с полным патоморфозом в лимфатических узлах. Вы видите на картинке, что да, преимущество вроде бы в сторону ТДМ-1, но недостоверно. При этом трехлетняя выживаемость без инвазивного рецидива составила в рукаве ТДМ-1 90%. И в прошлом уже году на АСКО было представлено французское исследование, ретроспективный анализ 170, ой, 117 пациенток без полного патоморфоза, которые получали только один тростозумаб в Дюванте. И медианное наблюдение довольно приличное, 75 с половиной месяцев. Естественно, большая часть, как и в исследовании Катрина, было представлено больных с люминальными опухольми. Понятно, они в два раза реже достигают полного патоморфоза. И было показано, что стадия постнеоидивантной YPN0 имеет сильную ассоциацию с выживаемостью без инвазивного заболевания. И трехлетняя выживаемость, безрецидивная, давайте будем ее называть так, проще, составила 90%. И это сопоставимо с цифрой, которую мы видим в исследовании Катрин. А пятилетняя – 88,6%. И авторы этого исследования делают вывод о том, что пациентки с постнеоидивантной стадии морфологической YPN0 и менее после неоидивантной химиотерапии имеют хороший прогноз и могут получать меньше выигрыш от TDM1. Итак, с одной стороны, прогноз больных без полного патоморфоза с люминальными и нелюминальными хероположительными опухолями, он различен. Это данные исследования ISPY. Они полностью соответствуют таковым полученным в метаанализе Патриции Картазар. Трехлетняя выживаемость у больных люминальными опухолями без полного патоморфоза составляет 87% против 53% при нелюминальных опухолях. При YPN0 и проведенной в одеванте антихер-2 терапии имеется в виду растузмам, десятилетняя безрецидивная выживаемость составляет 89%. Пациенты со стадией YPT1 и 0 имеют достаточно хороший прогноз с трехлетней выживаемостью безрецидивной 90%. При RCB0 и 1 пятилетняя бессобытийная выживаемость при люминальных хероположительных опухолях сопоставимой 94-91%, соответственно. Ну и, в общем-то, можно порассуждать о том, всем ли пациенткам без полного патоморфоза все-таки необходимо применение тростозума-памтазина в одеванте. Ну, эксперты русско-серьезно подошли к этому вопросу и сузили показания к назначению TDM1 до RCB2 и 3 или же при невозможности оценки RCB при наличии резидуальной опухоли в региональных лимфатических узлах независимо от степени патоморфоза в молочной железе или при резидуальной опухоли в молочной железе, которая соответствует нулевой второй степени патоморфоза по Лавниковой, независимо от состояния лимфатических узлов. И в заключение мне хочется остановиться на том, нужно ли вообще назначать антихер-2 терапию, если мы сделали иммуногистохимию на резидуальной опухоли и не увидели там экспрессии HR2-нео. Да, это бывает 8-15 где-то процентов случаев, ассоциируется, как правило, с худшим прогнозом и обусловлено опухолево-гетерогенностью. Вот в Катерине был поданализ экспоративный, и в этом исследовании потеря HR2 отмечалась у 8 тоже процентов пациенток, и также часть из них получал TDM1, часть тростозумаб. Ну вот в группе TDM1 не было зарегистрировано никаких IDFS событий, а в группе тростозумаба у 11 пациенток из 42, то есть где-то четверть, были зарегистрированы какие-то события. И пациенты с потерей HR2 должны обязательно получать антихер-2 терапию в одеванте, ну согласно рекомендациям, а не согласно тому, сохранилась у них гиперэкспрессия HR2 или нет. Ну и в заключение, что хочется сказать. С одной стороны у нас, что, каре, хорошо спланированное, крупное, рандомизированное исследование с хорошими подгрупповыми анализами. А с другой стороны, ну, конечно, наши сомнения и какие-то рассуждения о том, и ощущения о том, что, конечно, части пациенток не нужно. Это дорогостоящее лечение. Вопрос-то в основном экономический. Он не медицинский, потому что тростозумабоматозин хорошо переносится и не обладает какими-то серьезными побочными эффектами. Но, конечно, это будет, наверное, самое сложное, самое трудное голосование и самое сложное принятие решения. Спасибо. Спасибо.